Детство – самая радостная и счастливая пора, а лето – любимое время года всех детей на планете. В самом начале июня мы отмечаем главный праздник – День защиты детей. И в первую очередь это напоминание всем родителям о том, что все дети нуждаются в любви, защите и поддержке. В Центре психолого-педагогической медицинской социальной помощи «Мы Тищинские» об этом знают не понаслышке. Здесь даже в праздник вовсю кипит работа. В поздраве детей и педагогов приехали давние друзья Центра, представители фракции «Единая Россия», депутаты Совета депутатов округа. Сегодня мы беседовали с родителями. Мне было очень приятно услышать слова благодарности, слова внимания и заботы, которые говорят о сотрудниках этого Центра, о тех условиях, которые созданы в этом Центре. И очень приятно, что мы как депутаты ежегодно оказываем какую-то помощь и помогаем в решении тех проблем, которые появляются перед Центром. Сегодняшний день не стал исключением от нашей фракции, партии «Единая Россия», подарили детям тут необходимые карандаши, фломастеры, бумаги и книги, которые действительно им нужны в ходе их постепенных занятий. Центр психолого-педагогической медицинской социальной помощи «Мытищинский» существует с 1988 года. По результатам заключения психолого-медико-педагогической комиссии специалисты определяют, в какой помощи нуждается ребенок. В Центре дети разного возраста, от 3 до 18 лет. С ними и их родителями работают высококлассные специалисты. За год помощь в Центре получают 5000 детей. С каждым годом детей с ограниченными возможностями здоровья все больше и больше. Поэтому здесь, конечно, нужен комплексный подход. Если приходит ребенок с задержкой психоречивого развития, здесь подключаются все специалисты. Это учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог по мелкомоторике, логоритмист. И, конечно, очень важно здесь работать с родителями. Потому что, если родители понимают, какая трудность у ребенка, если он принимает эту трудность, то работать становится намного легче. Маленькая Надя старательно выполняет каждую просьбу педагога. Идет занятие по логоритмике. В прошлом году она посещала дефектолога и добилась больших успехов. Мама девочки признается, что очень благодарна сотрудникам за помощь. Надя приемная дочка, попав в семью, девочка практически не говорила. Благодаря занятиям сейчас ее речь восстанавливается. Нам здесь очень нравятся специалисты. Специалисты прямо замечательные. Такие все болеют, волнуются за свое дело. Такие неравнодушные. Нам за этот год очень сильно помогли. Камила Клиновская, Олег Степанов, Первый Матищинский.